Здравствуйте! В эфире программа Владимир Петухов приглашает. Гость передачи, президент и бессменный ведущий КВН Кыргызстана Евгений Акопян. Женечка, спасибо, что ты пришел. Рад тебя видеть. Я знаю, что, во-первых, давно не виделись это раз. Во-вторых, знаю, что впереди у тебя юбилейная дата. 20 лет. Поэтому, припимые самые искренние поздравления. Спасибо большое. Действительно, это так. Я думал, что ты скажешь соболезнования. Почему? Ну, как-то даты это все такое относится более... То есть для тебя это как-то больше трагическое, что ли? Да нет. Дата – это всегда возможность оглянуться назад. Ну, конечно. Не более того. А ко всему остальному я отношусь очень спокойно. Я вообще хочу сказать, что 20 лет – это все-таки не шутка, да, аналогия с КВН. Это некая находчивость, если хочешь, да. Потому что на фоне того, что многие остаются без работы, у всех чемоданы настроения, кто-то уезжает в поисках лучшей жизни, у тебя, в общем-то, все с точностью до наоборот. Ты по-прежнему на коне все эти 20 лет. Вообще есть какой-то секрет твоей долгоиграющей пластинки? Как-то не задумывался об этом деле, на самом деле, но я так думаю, что надо просто любить то дело, чем ты занимаешься, делать его хорошо. И вот та молодежь, которая находится вокруг меня, наверное, меня и окрыляет. Но все-таки неужели вот 20 лет без финансовых потерь? Ведь невозможно в это поверить. Два десятка лет, и ты по-прежнему на коне. Но если кто-то скажет, понимаешь, что вот Акопян успешен прежде всего только КВН, ну мало кто поверит, согласись со мной. Неужели это только вот та, так сказать, основная финансовая база, которая позволяет тебе уверенно стоять на ногах? Нет, Володя, естественно, КВН – это шоу, но не бизнес, как я уже не раз говорил. То есть наличие шоу-бизнеса, на мой взгляд, в Кыргызстане отсутствует. Первое слово «присутствует», второе «отсутствует». Поэтому КВНом сыт не будешь, и, в общем-то, приходится заниматься еще какими-то дополнительными вещами. То есть КВН – это, скажем так, хобби, это любимое дело, это то, что ты делаешь лучше всех, скажем так. А все остальное – это работа. Работа разная бывает, естественно. То есть есть бизнес, естественно, занимаемся и бизнесом. То есть не без этого. В последние годы приходится очень много вкладывать в КВН в связи с этим кризисом, с этими всеми проблемами, с отсутствием поддержки и финансирования. Скажем так, зарабатываешь на стороне – вкладываешь в КВН. То есть это уже стало такой некой традицией. Иначе говоря, то, что ты зарабатываешь, ну, скорее всего… На стороне, скажем так. На стороне, бизнес, да, ты это все вкладываешь в КВН. Ну, очень много, я скажем так. Не все, конечно, потому что у меня семья, дети – это естественно. Но если ты уже этим занялся и занимаешься этим серьезно, бывают годы кризиса. Да, нужно тянуть эту лямку. Бывают годы кризиса, бывают положительные года. Ну, все по-разному бывает. А положительные года в КВН давно были с финансовой точки зрения? Ну, я так думаю, что КВН, он же не стоит в стороне от нашей жизни. Более чем? Это проявление? Да, проявление нашей жизни. Как живем, так шутим. Как что, в общем-то, в экономике творится со стороны, то, в общем-то, сильно отражается и на спорте, и на культуре, и на молодежи, и на нас. Поэтому, если плохо всем, то плохо и КВН. Ну, шутить продолжаете, это уже не было важно. А как иначе? Два десятка лет, вообще за два десятка лет было всякое, в том числе и судебные тяжбы. И в 2012 году в интервью вечернему Бишкеку на вопрос, чем закончилась история, когда у вашего объединения пытались отнять офис предыдущей владельцы помещения, ты ответил следующее, процитирую. Мы выиграли два верховных суда, где нас признали добросовестными покупателями, что мы изначально не утверждали. Закончена ли эта эпопея с рейдерством офиса КВН, покажут время и чистоплотность наших судов. Закончено ли это? Ничего не изменилось. Мы выиграли три верховных суда. То есть, все, что звучит в определении верховного суда, ну, вообще, говорит, верховный суд – это точка. Да. Но Кыргызский верховный суд – это многоточие. И не имея на то никаких прав на вновь открывшиеся какие-то дела, дела возобновляются, суды продолжают принимать одну и ту же фразу, которую переиначивают, переписывают по-другому. Суды принимают, начинают рассматривать, и процедура начинается с первой инстанции до последней точности наоборот. Мы уже все это прошли много раз, мы ко всему к этому относимся философски, но, конечно, удивляет то, что структура, которая судится против нас, она проигрывает все суды, она должна выплатить очень много денег государству, в том числе и судьям. И, несмотря на то, что им предписано это сделать, на сегодняшний день, это с 2008 года продолжается, на сегодняшний день ни копейку они не выплатили. Но здание при этом у тебя забрали? Нет, здание у нас никто не забрал, здание находится в нашем распоряжении, слава богу. Но дело в том, что все это, естественно, отнимает силы, отнимает какую-то энергию. То есть ты занимаешься не на 100% КВН, а еще дергаешься на какие-то разбирательства. Но там сейчас, где был офис КВН, там же, по-моему, что-то другое сейчас. Нет, ну да, мы сейчас на самом деле переехали во дворец спорта, нам просто создали хорошие условия во дворце спорта, руководство дворца спорта. И нам очень удобна эта площадка, поскольку игры проходят во дворце спорта, иметь офис во дворце спорта, репетировать во дворце спорта и, значит, заниматься всем процессом, это удобно в одном помещении. Поэтому мы приняли решение то помещение сдать, на эти деньги арендовали другое помещение, сделали ремонт и, соответственно, находимся во дворце спорта. То есть пока юридически то здание, оно за тобой? Да, оно за нами. Я говорю, мы выиграли, в принципе, все Верховные суды, но на различных инстанциях возникают иногда такие чудеса, когда на черное называют белым, на белое называют черным. И причем, несмотря на то, что Верховный суд уже рассматривал данное дело и назвал вещи своими именами. Ну и как ты думаешь, чем это все? Да я на самом деле не знаю, все-таки надеюсь, что я позитивно настроен. Хорошо, пока ты с этого здания получаешь деньги, правильно? Оно мое, да. В аренде. Просто я к чему говорю, потому что если ты сейчас арендуешь здание, вернее, офис во дворце спорта, ну аренда есть аренда, это же не мое все равно, не твое. Потому что, ну, кому-то заблагорассудится поднять просто до неописуемых высот и опять останется, что КВН без собственного, так сказать, норма. Нет, помещение у нас есть, просто мы приняли решение сдать то помещение, переехать в это. И нам просто это удобнее находиться во дворце спорта, не более чем удобнее. Вот, потому что когда проходят репетиции, если что-то необходимо, не нужно куда-то уезжать, не нужно что-то привозить, то есть все находится в стенах дворца спорта. И мы благодарны руководству дворца спорта, который, несмотря на все эти времена, не поднимает расценки нам, то есть держит условия договора и понимает, что КВН это нужно, нужно для страны. Вообще это поразительная вещь, насколько я знаю, ты лауреат государственной премии Киргизской СССР. Но лауреат государственной премии в номинации «Лучший молодежный лидер» эта премия была дана еще при первом президенте. Ну хорошо, но все равно подобная премия, подобное звание, к примеру, оно уже дает право открывать какие-то двери. Потому что ты тебя процитирую, когда, в общем-то, пытался на правительственном уровне решить этот вопрос, ты говорил следующее. Мы обращаемся к президенту переходного периода Киргизской Республики Рози Атунбаевой с просьбой прекратить судейский беспредел. Верим, что люди, которым не безразлична судьба молодежи, обязательно вмешаются в это дело. Мы будем стоять до конца. То есть выходит, что никто так и не вмешался. Ну, скажем так, когда мы обращались на очень высоких уровнях, обращались к людям, они сказали, что вы понимаете, что любое вмешательство политиков в дела судейские будет означать опять нехорошие времена, когда мы указываем людям, как жить и так далее. Есть на это суд, пускай он и вершит. Ну какие у нас суды, я думаю, что объяснять не надо. Есть, конечно, и порядочные судьи, за что мы им благодарны, которые держат марку судейскую, но есть и такие, которые, мягко говоря, несмотря на все вот эти передряги последних лет, когда там Совет Судей был создан, там аттестация и так далее, тем не менее находятся судьи, которые творят беспредел, увы. То есть, иначе говоря, на правительственном уровне тебя никто не поддерживает. Ну, скажем так, чтобы вызвали кого-то из судей или сказали, там, ребята, разберитесь по существу дела, нет, такого не было. Ну да, ну да, хотя казалось бы. Давай продолжим о КВН, и как я понимаю, ну, чтобы зрителю было понятно, может быть, кто-то еще как-то путается, сегодня существует два независимых друг от друга клуба, организации, как это правильно, не знаю. Значит, КВН Кыргызстану, 20 лет которому, и ты возглавляешь эту организацию. И, если правильно, то правильно, если неправильно, поправь меня, лига, она называется Туля-Алату, Азия-Микс, ну, так привыкли, по крайней мере. Это вообще три лиги есть. Три лиги, да. Есть, по большому счету, еще кыргызоязычная лига Тамашоу. Тамашоу, да. Ну, непосредственно Азия-Микс, которую возглавляет Ильдьер, да, Кенемсара. И несколько лет назад в интервью ты сказал следующее. Что касается Азия-Микс, говоришь ты, то она не представляет для нас никакого значения. Игры проходят редко, количество команд, их уровень достаточно низкий. Лига, которая не смогла на республиканском уровне что-то серьезное сделать, вряд ли она способна сделать что-то на более высоком уровне. Ты по-прежнему так считаешь? Я по-прежнему считаю, что абсурд в небольшом Кыргызстане и в маленьком Бишкеке иметь две русскоязычные лиги. Так же, как и две кыргызоязычные лиги. По той простой причине, что ничего хорошего в этом нет. Все слова о том, что конкуренция, они заканчиваются тогда, когда мы начинаем смотреть, какие команды играют у нас, какие команды играют там, количество команд играющих, качество. На каком материале играют команды. То есть, когда мы переходим к профессиональному осмыслению того, что происходит, мы прекрасно понимаем, что это печально, но это факт. Мы растим, мы воспитываем, мы поднимаем с нуля людей. Потом, естественно, существуют человеческие факторы, когда кто-то кого-то переманил куда-то. Уходит команда с нашего клуба, которая успешно развивалась и дошла до определенного уровня и могла идти дальше. Но благодаря каким-то фантикам, благодаря каким-то таким вещам ее переманивают в другую лигу. В этой лиге перестает рост команды по той простой причине, что приходит команда, людям, которые занимаются этим, не нужно, чтобы команды росли. Им нужно, чтобы это существовало вот здесь и сейчас. И, естественно, этими ребятами никто не занимается. По большому счету никто не занимается. Говорят, что у вас есть? Они говорят, вот у нас есть архив КВН Кыргызстана. Когда мы играли три года в КВН Кыргызстан, у нас есть ряд шуток, ряд номеров. Показывайте, показывайте. Это хорошо, давайте вот делайте вот это, вот это, вот это. Потому что, естественно, это они уже делали у нас, это уже хорошо заходило на зал. То есть отбивают охоту писать новый материал. Если команда не пишет новый материал в течение года, команда заканчивает существование. Что заставляем мы? Каждая игра – это премьера. Вы уже показали вчера, вчерашний материал. Сегодня должен быть новый. Он лучше, хуже. Это творческий процесс. Невозможно всегда делать на высокую оценку пятерку. Иногда бывает на четверку, иногда бывает на троечку. Но это свой материал. Мы заставляем творить, мы заставляем писать. Да, это тяжело, да, это сложно. Но только таким образом можно чего-то достичь. Но тебя это сильно задевает? Тебя это удручает? Я постоянно вспоминаю фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Помните момент, когда приехал Миронов и начал показывать доброе кино? Да. И вот эти ковбойские штучки стали воспитанными, они стали культурными. То есть все идет от учителя. Что несет в себе учитель? Какое зерно? Я сейчас, может быть, это немножко громко говорю, но смысл в принципе тот же самый. Я думаю, умные люди поймут. То есть получается ты мистер ферст некий, а Азия Микс – это мистер сетер. Мне не нравится, что лига, созданная на наших командах, она не создает новые команды. То есть что такое КВН Кыргызстана? Что было понятно? Ведь это же конкуренция, я правильно понимаю? Конкуренция тогда, когда, Володя, я набираю 10 команд новых, и ты набираешь 10 новых команд. С нуля. И мы с нуля начинаем стартывать. И кто круче, кто умнее, кто талантливее, тот и докажет. Что происходит в этом случае? Создается лига. Фантиками заманиваются уже готовые мною команды. Не создаются новые. Фантиками это ты деньги имеешь в виду? Нет, ну зачем? Ну я не буду как бутырировать именами определенных лиц, символами, значениями и так далее, и так далее. Опять же умные люди поймут. Так. Заманивается команда. Команда переходит туда. Перестает играть в КВН Кыргызстан. А у нас обязательное условие, что в двух расказычных лигах команда КВН Кыргызстан играть не может. Ну ты это сделал официальное обращение на своем сайте. Я даже зачитаю, может кто-то не знаком. Значит, вот Евгений Акопян на сайте КВН Кыргызстан сделал официальное заявление. В играх КВН Кыргызстана могут принимать участие только команды КВН, не играющие в других лигах КВН Кыргызстан. Республики, команды, принявшие участие в играх другой лиги, будут сняты с наших игр на любой стадии в связи с нарушением данного указа. Да, это давно действует правило. Оно не распространяется на лигу Тамашов, поскольку это кыргызоязычная лига, разный зритель. И мы считаем, что поддерживать государственный язык нужно. Это наша позиция. И должна быть одна лига на кыргызском языке и одна лига на русском языке. Это наша позиция. И, кстати, такой же позиции, насколько мне известно, придерживается и лига Тамашов. А с чем ты связываешь? Все-таки, ну, не будем лукавить, это уже факт официальный, неопровержимый, что за несколько лет Азия-Микс удалось сделать то, что КВН Кыргызстану не удавалось сделать в течение 20 лет. Если бы у нас были бы такие инвестиции, как это были у Азия-Микс, мы бы там уже лет 5-7 назад были бы. А почему, как бы ты не анализировал, почему Азия-Микс? Ты, ну, сторожил в этом направлении, основатель, ну, как угодно. Почему средства не даются тебе, а даются твоим воспитанникам? Ну, наверное, этот вопрос надо адресовать не мне, поскольку не я даю средства моим воспитанникам или мне. Но ты же их просишь, Жень. Я затрудняюсь сказать, почему. Единственное, что мне не свойственна такая штука, как ходить по головам, да, и переступать через определенные моральные ценности, которые, в которых я воспитываю в своей семье и воспитываю своих детей также, что свойственно, в общем-то, определенным людям. Ну, в частности, конечно, не будем касаться персоналей, мы оставим это за кадром. Мы никого не хотим обидеть. Мы никого не хотим обидеть. Да и, собственно говоря, герой сегодня, президент КВН Кыргызстана. Выдержим небольшую паузу, сейчас будет немного рекламы, а потом дальше обязательно продолжим. Напомню, что в гостях сегодня у меня президент КВН Кыргызстана и бессменный ведущий этого проекта Евгений Акопян. Ну, все-таки вернемся к Азии Микс, потому что тема такая, она актуальна и очень интересна для зрителей. Ты продолжаешь сейчас общаться со своими бывшими воспитанниками? Конечно. Они кто для тебя? Нет. Конкуренты, недруги, ну, я не знаю. Володя, злоба — это не про нас. Так. Есть определенная позиция, жизненная позиция, позиция человека, наставника, скажем так. Естественно, какие-то вещи радуют, не скрою. Когда ребята удачно рвут разминку в хлам, я понимаю, откуда это. И, в общем-то, все мне понятно. В смысле, оттуда это вот... Ну, так все-то воспитанники... От тебя. Все-то воспитанники команды Азия Микс. Ну, вот я с ними, кстати, говорил, ну, не буду говорить, кто, просто не совсем это культурно с моей стороны будет. Акопяна называет Карабас-Барабас, потому что он очень сильно переживает, когда его куклы, вообще-то, делают, ну, самостоятельные шаги в этой жизни. Ты никогда их не слышишь? Нет, более того, я скажу так, я очень доволен тем, что ребята после КВН... КВН-м же жизнь не заканчивается, мы должны понимать, есть исключенность. Вот вместе, конечно. Правда? Такого нет, у нас есть творческие какие-то разногласия. У нас есть какие-то вещи, когда мы встречаемся, мы начинаем друг другу говорить, есть какие-то вещи, там, свойственные определенным людям. Но это не переходит в рамки приличия, в рамки какие-то границы, какие-то такие, после которых бывает стыдно то или и другое в стране. Нет. Как-то красиво они меня прикалывают, как-то красиво я их прикалываю. Это нормальное явление, то есть. Другое дело, что мне не совсем близко то, что они делают сейчас на Первом канале, то есть то творчество, которое они несут в массы, мне оно не близко. Но это же вещь специфичная, нравится, не нравится. Ну, конечно. Поэтому я свое мнение не навязываю. Но, опять же, я говорю, есть вещи, которые мне нравятся. Есть вещи, которые я бы, например, не сделал бы. Или, например, если бы находился рядом с командой и сказал бы, ребята, давайте все-таки это сделаем иначе. То есть уже с позиции лет, с позиции возраста, с позиции опыта это, наверное, дано. А сказать, что какая-то зависть, да нет, боже упаси, это все равно, что завидовать своему ученику, да такого нет. Радуешься, кто-то успешен в кинематографе, снимает фильмы. Хорошие, плохие, не знаю. Это пусть, если снимают, значит, кому-то нужно. Значит, кто-то смотрит. Значит, есть востребованность. Но они в тебе, прежде всего, по-прежнему видят учителя или уже нет? Я затрудняюсь сказать, что они видят. Я, опять же, считаю, что это надо задать вопрос им. Уважение и такт присутствуют. Все остальное надо адресовать вопрос. Хорошо, тогда задам вопрос тебе. Я всегда считал, что с возрастом люди становятся более мягче, уступчивее. Выдержание и выдержание. Это можно сказать противо. Потому что, когда мы с тобой встречались, это лет, наверное, пять назад в моей программе, это был более категоричен в своих высказаниях. Здесь я все-таки думаю, что Женя меняется немножко, сгадает. Володя, ну, все мы меняемся. Ты понимаешь, в чем дело. Отношения сейчас к ним, серьезно, как к старшим детям. Ревностные, понятно, почему. Как родитель ты к этому относишься, ревностные. Недовольство тем, что иногда делал неправильные вещи. То же самое. Ну, а выпороть хочется? Да нет, уже это, наверное, нет. Другой категории. Уже ты понимаешь, что это личности, что это сформировавшиеся личности. И в нужный момент людей надо отпускать. В нужный момент надо отпускать. И вот это ощущение, вот эта вот мудрость, она приходит с годами, наверное. Поэтому я говорю, что КВН, это не вся жизнь, это часть жизни. И поэтому, если кто-то потом уходит в какие-то проекты другие, мы очень положительно на это смотрим. Более того, как мы всегда с теплотой вспоминаем этих людей. Но вот две лиги в одном городе Бишкек, я считаю, это абсурд. Я считаю, что должна быть одна мощная лига. Я вот хочу провести аналогию с российским КВН. Вообще, действительно, это сложно себе представить, что в Москве вот так вот взял Масляков-старший и позволил взываться двум, трём, четырём, пяти. Понимаешь? А в Бишкеке так произошло. Демократия. Демократия. Демократия нет. Не совсем правильное в этом отношении слово, как мне кажется. Просто есть, наверное, личность такая харизматичная, как Масляков-старший, который сумел удержать. А ведь многие зарились. Нет, есть Первый канал. И всё. То есть ты считаешь в этом дело? Я считаю, что главное... Я не умоляю достоинства Александра Васильевича. Александр Васильевич, естественно, человек, фигура, которая вызывает только уважение. И не более... То есть никаких негативных качеств у меня нет. Дело в том, что магия Первого канала, магия телевидения, она присутствует. Ну, магия телевидения одно. Она всё-таки сколько лет стоять у руля, извини меня, и никого туда не пустить. На то он и Масляков. Нет, много жилик существует и в Москве, которые проводятся... Кто-то проводит вне Маслякова, кто-то под эгидой Маслякова. В отличие от Маслякова, тебе этого не удалось сделать. Вот я к чему. Ну, скажем так, а зачем? Ну, как зачем? Да нет, всё имеет свой жизненный цикл, всё имеет определённое значение. Мы, если мы будем рассматривать Лигу Аллату, про которую идет речь, ну, целый год Лига не существовала, весь прошлый год. Её просто не было. До этого она... Тот год она, проведущий, провела три игры, по-моему, если не ошибаюсь. Одну из которых на Иссыкуле и одну, две в Бишкеке. Ни одну команду после этого в Сочи не свозила. Целый год не проводили игры. Сейчас опять пытаются что-то реанимировать. Понимаешь, всё, что не имеет цикличности, всё, что не имеет порядка, оно не будет иметь успех. То есть это всё одноразовые попытки. У нас была Бишкекская Лига КВН, 98-99 год. Ну, я помню. Тогда ещё я был гораздо... Вы просуществовали. Там не менее талантливые ребята были. Там был, он и есть, дай бог ему здоровья, эти Баргасан... Люда Глотова и так далее, и так далее. Как его многие называют, основной сепаратист, который хотел отделиться. Вы простили друг другу обиды? Вы общаетесь? Мы не общаемся, нет. Вообще. Хорошо. Вернёмся к Маслякову-младшему. И всё-таки закончим сейчас Азия Миг, чтобы пойти уже дальше. Насколько мне известно, с Масляковым-младшим у тебя даже неприятельские, по-моему, дружеские отношения. Да, у нас очень хорошее отношение. Вообще, как такое могло получиться, что... Ничего личного, это бизнес. Да, это бизнес. Но ты как-то говорил с ним, что вот он сам приехал, он официально посвятил их в Международную лигу КВН, и всё это в обход тебя. Нет, мы будем... А друзья так поступают же? Ну, скажем так, часто вспоминаю различные фразы на эту тему, но на самом деле, опять же, ничего личного, кроме бизнеса называется. Команда КВН Азия Миг сейчас выступает на Первом канале Высшей Лиги. Маслякову, старшему, так же, как и младшему, нужно, чтобы эта команда выступала. Почему? Ну, во-первых, век жизни КВН, КВН-овских команд на Первом канале тоже сократился. Если раньше команды играли по 5-7 лет, то сейчас команды, которые играют более двух лет, уже являются старожилами. И, в общем-то, на них держится клуб. Поэтому потеря команд, которые несколько лет отыграли в Высшей Лиге, нежелательно. Скажем так, лучше это время отсрочить. Поэтому, естественно, хотелось бы видеть старые опытные команды на сцене. Чем больше, тем лучше. Пока не подрастет молодежь, которая заменит стариков. Команда КВН Азия Миг уже играет несколько лет, и, естественно, она имеет какие-то заслуги перед Александром Азия Миг, и он хочет эту команду увидеть. Вторая киргизская команда на сегодняшний день, пока есть Азия Миг, не нужна. Это надо понимать. Так же, как и вторая казахская команда. Я понимаю, но почему КВН Кыргызстана не должна была быть первой, а не Азия Миг? Учитывая твои дружеские отношения, если ком больше. Нет, скажем так, что... Бизнес, да, ну да, хорошо. Да, то есть, то, про что мы и говорили с самого начала, что если КВН в Кыргызстане это шоу, то КВН в Москве это шоу-бизнес. Вот и все отличие. То есть, могу ли я полагать, что для того, чтобы бешкерской, кыргызстанской команде принимать участие в высшей лиге КВН в России... Нужны инвестиции. Инвестиции. Конечно. И прежде всего нужен какой-то взнос. Нет, ну взнос это детали. На самом деле, инвестиции это нужно не кому-то что-то заплатить, чтобы люди не подумали, что это взятка и так далее. Нет. Элементарно, чтобы команда, состоящая из определенного количества человек, смогла перелететь, проживать, работать, работать с лучшими авторами, работать с лучшими постановщиками, режиссурой, реквизит и так далее, и так далее, требуются инвестиции. Естественно. Но ты же только что сказал, что это бизнес. Получается, что Мысликов просто так прилетел в бешке, взял, включил официально, без всякого взноса, команду Азия Микс, а КВН Кыргызстана остался. Лига, региональная лига оплачивает взнос, естественно, какой-то там фиксированный, возможно, чисто символический, то есть, это как бы детали, да? Приезд Александра Александровича Маслякова, это естественно, он же не просто так приезжает. Ну вот я к чему и говорю. Мы же прекрасно понимаем, что есть гонорар. То есть, ты не мог дать Маслякову Младшу то, чего дала Азия Микс? Мы, скажем так, не видели смысла в том, чтобы делать официальную лигу, потому что для развития КВН это совершенно необязательно. То есть, официальная лига или неофициальная, любая команда, играющая в любой лиге, может поехать в Сочи, успешно выступить и пройти дальше, играть. Так. Вот. То есть, для этого не требуется статус. Понимаешь, это как бы устами профессионал, но не каждый понимает. Обывателю как? Он включил телевизор и увидел на первом канале Азия Микс. Он понимает, что вот это успешная команда, то, что там все нормально. Он включает телевизор и не видит КВН Кыргызстана. Значит, КВН Кыргызстан не такая сильная организация и профессиональная. Ну как бы. Мне очень нравится заниматься КВН-ом и шоу вот здесь. Мне нравится вся эта процедура, мне нравится, мне это очень близко. Да. Там, где начинаются деньги, там заканчивается творчество. Я, пожалуй, буду заниматься творчеством. Это моя позиция. Я хочу тебя вот о чем спросить. Потому что в последнее время в российском КВН, ну и я это наблюдаю, просто у человека, который знает всю эту кухню изнутри у тебя, как профессионал. У меня создалось впечатление, не только у меня, у многих зрителей, что жюри в КВН стало очень сильно ангажировано в политическом отношении. Что ты по этому поводу думаешь? И второй, так сказать, под вопрос к первому. Вообще, сколько сейчас политики в российском КВН? Политики в плане юмора. И в плане юмора, и в плане продвижения каких-то любимых команд. Но я не буду говорить за продвижение, поскольку, как всегда говорят... Ну это же очевидно. Иногда бывает, понимаешь, ну команда, ну так себе, ну ничего особенного. А там высшие баллы. Ты знаешь, очень плохо, что очень часто попадают команды, которые того не заслужили. Как они попадают, я не знаю. Вернее, скажу, что не знаю. Но факт остается фактом, что хотелось бы, чтобы таких команд было меньше. От этого страдает игра, от этого страдает зритель. Зритель, конечно. Смотребельность и так далее. Что касается... Первый вопрос твой звучал, как еще раз? Вот он меня больше зацепил, чем второй, поскольку... Насколько политически ангажированы сегодня жили? У них все предельно просто. Дело в том, что кто платит, тот и танцует. Все понятно. То есть ангажированы? Ну, планету КВН, наверное, поставить на государственный бюджет. Естественно. И получить дом КВН. Дом КВН. Я про него и говорю. Оплачивать полностью все расходы и так далее, наверное, об этом может мечтать любой руководитель лиги. Ну да. Любой. Мягко говоря, такая крыша в лице президента страны. Мы об этом можем только мечтать на самом деле. Вот. Естественно, как про такого человека можно плохо шутить. Объясните, пожалуйста, мне. Ну, это просто грех. В смысле, как ты имеешь в виду про президента? Естественно, Нет, я сейчас даже не про это говорю, немножко по-другому. Политически ангажированы в каком отношении? Что тянут команды, ну, учитывая нынешнюю политическую ситуацию? Иногда команды, ну, так себе, но поскольку это, допустим, чеченская команда, к примеру, то ей нужно, ну, как-то там натянуть. Но политика присутствует, да? Безусловно. Вот я хочу тебя спросить, ты же изнутри все это знаешь. Нет, политика присутствует, но опять же... зритель-то не дурак, он же прекрасно понимает, что ну вот взяли, натянули, а с чего натянули? Ну, потому что Константин Львович сказал. Я знаю, я знаю, что я тебе скажу, очень часто КВН в зале и КВН по телевизору отличается. Это я понимаю. Когда ты сидишь, смотришь в зале, а потом помнишь свои те вот ощущения, а потом садишься возле телевизора, да, ты видишь совершенно другое. Можно как бы, как сделать конфетку, так и наоборот, да, из команды. Нет, сказать, что кто-то кого-то специально топит или кого-то поднимает, такого, конечно, я не могу сказать, хотя, наверное, что-то такое возможно и присутствует. Вот. Но я не могу сказать вот то же самое про наш КВН, потому что у нас здесь предельно все честно. И если я вдруг когда-нибудь узнаю, что кто-то, где-то, что-то, эти люди, естественно, не будут ни в жюри, ни участвовать близко к КВНу. Здесь, Женечка, другая совсем ситуация. Здесь, по-моему, политикам вообще неинтересно, что в КВН... Нет, дело даже не в политике. Дело в том, что у нас вот возможность как-то как-то договориться, как-то решить проблему практически невозможно. Практически невозможно. Я, наоборот, знаешь, о чем хотел? Хорошо, заговорили о смысляковых. Старший, младший, он все-таки уже подготовил безбедное существование на долгие годы. Ну, наверное, да. Ну, так оно и есть, правда. Наверное, передача власти должна произойти рано или поздно и, естественно... Скорее всего. Процентов 99,9. Хотя как-то мы с тобой говорили над тем, ты сказал, что Маслякову младшему не дадут работать. Скажем, нет, я не сказал бы, что не дано. Саша, кстати, очень сильно вырос по сравнению вот с... Не дано, не дадут работать. Не дадут. Тоже не знаю. При нынешней политической обстановке не знаю, потому что не все всегда зависит от людей. Но я сказал бы так, что дай Бог здоровья Александру Васильевичу Маслякову, потому что ну, он для меня, например, неоспоримый авторитет. Ну, это конечно. Дай Бог, чтобы Саша вырос в такого же авторитета и чтобы вот вот эта харизма, которая присутствует у Васильевича, чтобы она была и у Саши. Кстати, он очень здорово растет и на самом деле без всякого этого не для камеры, а тот Масляков, который начинал, а он начинал на моих глазах, это был 2000 год в Алма-Ате, первая игра, и тот Масляков, который сейчас, это небо и земля, конечно. Поэтому я думаю, что Москва не сразу строилась. Хорошо, ну ладно, Масляковы определились с будущим, а Акопяны определились, потому что у тебя тоже же дети, насколько я знаю, играют в КВН. Ну, я скажем так, еще молод, надеюсь. ну уж по сравнению с Александром Васильевичем, потом был бы бизнес, понимаешь, можно было передать, а на самом деле сейчас, скажем так, я бы с удовольствием на сторонку ушел бы и занял бы место в жюри, сел бы и отдыхал бы, наслаждался бы жизнью, но дело в том, что боюсь, что никто не займет эту позицию и никто не потянет дальше, поскольку если это материально неинтересно, то зачем, да, вопрос? Ну, играют дети твои же, да? Дети играют, да, дети играют в школьной лиге и, в принципе, развиваются, я не против этого, почему бы нет? Я хочу сказать, что раньше-то с твоей помощью я достаточно часто присутствовал в жюри КВН Кыргызстан, очень делаю это, любил, но в какой-то момент понял, что ну вот как-то стало неинтересно, не смешно, ушел. И хочу тебя спросить, на сегодняшний день уровень юмора, шуток, по сравнению, ну скажем, то, что было лет 10 назад, он сильно изменился в худшую сторону? Ты знаешь, он изменился не то, что в лучшую или в худшую сторону, ушла, скажем... Он же изменился даже в России, это видно. Ушла глубина шуток. Да, 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 конечно. Я всегда относился очень щепетильно к слову, для меня главная была идея, главное было слово, юмор. КВН, как в России, так и у нас, он стал более театрализованным, он стал более... То есть, посмотришь КВН, и вот если станешь после него, я про российский сейчас говорю, и станешь после него, и вспомнишь 2-3 фразы, которые тебя зацепили, то считается КВН хорошим. Выступления команд КВН сократились вдвое, а то и втрое. То есть, если мы возьмем те годы, которые были 2000-е, золотые годы КВНа в Москве, да и везде, в общем-то, то выступление длилось 15 минут. Да. Это был сюжет, завязка, развязка и так далее, и так далее. То есть, куча шуток, куча номеров. Драматургия была. Да, это был своего рода театр. То сейчас все это сводится из-за того, что, в общем-то, времени очень мало дается на выступления. Все сводится к полушуткам, к кривлянию, к какому-то вот такому жанру. Меня это, естественно, как человека оттуда не радует. Мне ближе классический КВН, именно поэтому из нынешних команд КВН не получится никогда уральских пельменей, никогда не получится команда КВН Руден, утомленных солнцем. Это нужно забыть. Во главу угла в каждой команде идет... То есть, если ты знал раньше в каждой команде каждого участника команды, потому что это были актерищи, либо певцы, либо актеры, всех ты знал, то сейчас в лучшем случае это команда двух исполнителей. Один, который угнетает, и другой, который угнетаем. Да. Все, вы посмотрите, это под копирку на протяжении последних лет. Практически. Это не может не радовать, поскольку это, скажем так, очень... очень специфично. Кому-то это нравится, а мне, например... Так мне нравится. Я тебе хочу сказать, что ладно, там проходящие игры, но финал, это всегда, это водопад, юмор, это яркие краски, шоу выступления. Но сейчас я смотрю последние финалы даже, российское я имею в виду, потому что, ну, к сожалению, я далек сейчас от нашего, о нем будем сейчас говорить. Я не знаю, что происходит. Почему? Ну, это тенденция юмора, тенденция нынешней молодежи, она не читает книг, она не читает, она вся в интернете. Хорошо или это плохо? Я считаю, плохо, потому что человек, который не читает книг, как он может сочинить шутку? Но и все равно... Это же интеллект. Я понимаю, но это же рейтинговая передача, она все равно... Но он все равно же не может заставить людей читать книги. Я понимаю, но это смотрит, так значит, что это на самом деле, это на самом деле, так сказать, отражение, отражение нашей жизни. Отражение нашей жизни. То есть, мы погружены во все эти гаджеты, мы погружены во все эти вот, 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 мы уже виртуальные жизни. Слово-то какое, слушай, вот гаджеты. Нехорошее слово, оно даже как-то нехорошо отдает. Отдает, да, душком. Да, но это реалии, реалии таковы, что заставить кого-то читать сейчас книжку, еще хорошо есть электронную, вот, а ведь многие даже газеты не открывают, прочитают какие-то социальные сети, какие-то статусы, приписываемые известным людям, которые, естественно, этих фраз не говорили. Так хочется вспомнить, Сабулгакова. Так разрухас. Да, то есть на самом деле, конечно, скажем так, все это от, скажем так, отсутствия культуры, от заниженной планки культуры. Хорошо, точнее, ничего хорошего, но пойдем дальше. И я тебе еще скажу одну причину, по которой я ушел из жюри нашего КВН Кыргызстана. Дело в том, что под тот период времени было очень много шуток на кыргызском языке, которые я не понимал. И я хочу сказать, что это не делает мне чести, то, что я не понимал. Ну, ладно, я, я был членом жюри, но ты, президент КВН Кыргызстана, который не владеет кыргызским языком. Нет, я понимаю. Ты понимаешь. Просто кто вообще в твоей команде? Ну, это же нужно не только понимать, нужно же фильтровать эти шутки. Ну, естественно, если есть... Кто этим занимается? Ну, есть редакторы, во-первых. Да. Редакторы, которые знают язык хорошо государственный и знают, что такое КВН. Вот это первое. Во-вторых, если я какой-то фольклорные вещи не могу не понять или там нота такой вот стилистической, то мне ребята доходчиво объясняют. Благо у нас ребята, которые шутят в КВН Кыргызстан, они владеют двумя языками, они могут объяснить подтекстовленные шутки на генеральной репетиции. Поэтому я прекрасно понимаю, если даже... А обывательские вещи я понимаю и без перевода. Вот. Поэтому мне это как-то совершенно спокойно. Но скажу так. Понимаешь, на самом деле, это же была болезнь роста, болезнь... Сейчас ребята шутят в основном 95-97% на русском языке. Переболели и этим. Понимаешь? Оно же шло тоже откуда? Оно шло от общества. Надо говорить только на кыргызском языке. И я считаю, что... А я считаю, что чем больше языков человек знает, тем лучше. Это правда. Это правда. Это моя позиция. Я хочу сказать, что вот на самом деле, я еще раз хочу повторить, это не делает мне честь, это то, что я не знаю государственный язык. Поэтому в последний какой-то момент я понял, что я многих вещей не понимаю, поэтому я ушел. В последние годы ты ведь можешь... Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Есть всегда. Было бы желание. Да, согласен. Ну, вот о политике я тебя спрашиваю. Вот политики вообще интересуются наши местные КВН, потому что, ну, любая шутка российского, она сразу же становится какой-то политической крылатой, и она воспринимается очень хорошо. Насколько я знаю, шутки уходят, то есть доходят до наших политиков, до тех, кто этим интересуется, до депутатов и так далее, и так далее. Но, опять же, я всегда говорю, мы довольно-таки корректно шутим, не потому что чего-то боимся, нет, боже упаси, мы деликатные люди, скажем так, и я всегда, ребят, учу простой истине, ребят, когда вы шутите и не знаете, можно эту шутку сделать или нет, вы поменяете имя человека, про которого вы шутите, на свое имя. На себе оно же всегда чувствуется. Ты бы оскорбился вот такой шутки или нет? И ребята задумываются и говорят, да, наверное, все-таки вот, как-то вот, меня бы покоробила бы эта шутка про меня, если бы она звучала так. Ребята умные, в КВН играют умные ребята. Он так и называется, клуб веселых, находчивых, соответственно, и неглупых людей. Несколько лет там назад, ну, уже достаточно так, это давно было, ты занимался привозом российских команд КВН-су, да, и как-то мы с тобой встретились в гримерке, и ты сказал, слушай, старик, я больше этим заниматься не буду, по той простой причине, что это настоящий беспредел. Чиновничный аппарат отбирает практически половину билетов, то есть, ну, с этим каши не сваришь. И я хочу тебе сказать, что не только от тебя я это слышал, и от многих, кто занимался привозом артистов российских, ну, вот, поэтому имеем то, что имеем. Практически никто сюда не приезжает, ну, за редким исключением. Ну, вообще, на мой взгляд, сейчас люди, которые кого-то, чего-то привозят, им надо памятник при жизни поставить, поскольку это такие убыточные дела, без инвестиций, без спонсорских выливаний, это практически смерть. Да. Вот, поэтому мы провели, привозили очень много команд, и в какой-то этап жизни поняли, что все хватит, поскольку, ну, сколько можно уходить в долги, в долги, в долги, еще раз долги, никто тебе памятник при жизни за это не поставит. Прежде чем уйти на Блиц, я задам тебе вопрос, хотя мне это очень сложно будет сделать, это вопрос очень личный, но, тем не менее, я его все-таки позволю себе задать. По национальности ты наполовину армянин, наполовину азербайджанец. В прошлом году многие страны, но не все страны, но многие, значит, вспоминали столетие со дня геноцида армянского населения Османской империи и Турецкой республики. Вот у меня в связи с этим тебе два вопроса. Первое, что для тебя лично означает эта дата как для армянина? И второе, насколько ты разделяешь в этом политику Азербайджана, который категорически не приемлет и отрицает уничтожение армянского народа? Ну, во-первых, Азербайджан не принимал участия в трагичных тех событиях 1916 года, то есть Нет, Азербайджан не признает геноцид. Ну, право признавать не признавать это, так сказать, никто никого не может заставить. Геноцид был, это факт, никуда от него не деться. Более того, мои родственники, мои прадедушки и прабабушки пострадали от него, их дети пострадали. Сам я, в общем-то, тоже попал в переполку, скажем так, не геноцид, но тех событий, которые были в Азербайджане, потому что я родом из Баку, и вот в 17 лет из этих событий, в общем-то, так получилось, что мы переехали в Киргизию. То есть, мы испытали на себе, в общем-то, все это дело. Опять же, это все личное, это все мое, это все внутри меня. Поэтому тебя и спасут. Потому что ты наполовину армянин, наполовину азербайна. Да, да, у меня это как-то очень сильно, я вообще не приемлю никакой национализм. Вот после всего этого я не приемлю никакой национализм в никаком проявлении, ни против какой нации, ни против какого народа. Я считаю, что не бывает плохих, хороших людей, не бывает плохих, хороших наций, да, просто, ну, были такие события, и произошло то, что произошло. Как-то повлиять на это я сейчас не могу. Я уважаю дань традиции, то есть, естественно, в этот день был определенным днем для меня, но это, я не собирался никуда выходить, ничего там, никому говорить. Для тебя это был траурный день? Ну, конечно, точно так же, как если бы пострадали азербайджанцы, я точно так же переживал бы. Более того, скажу так, я на себе примеряю и события, то, что происходит на Украине, или в Украине, как сейчас говорят, и в Сирии. я прекрасно понимаю эту боль и никогда не смеюсь над этими вещами, а наоборот, очень печально к этому отношусь. То есть, я смотрю на это из глубины, как человек, пострадавший от этого. Поэтому для меня это боль и моего народа, и моих предков. Как это будут называть, признавать, не признавать? Мне, например, до лампочки совершенно. Главное, что это во мне. Несколько близ вопросов, если позволишь, это называется так, лаконично. Но вот век живи, век учись, мы с тобой учились чуть ли не в одном классе, но в параллельных, в одной школе. Я никогда не знал, слушай, что ты, оказывается, кандидат мастера по шахматам. Ну, есть такое дело. И даже за сборную Азербайджану принимал участие. Это вообще поразительно. У меня вопрос в связи с этим. С кем из известных людей планет, вообще планетарного масштаба, ты бы мечтал сыграть партию в шахматы? Я затрудняюсь сказать. У меня нет такой мечты. Я воспитывался в школе Гарри Каспарова. Мы играли на компьютерах тогда, когда еще люди глаза компьютера не видели, а мы играли на шахматокомпьютерах. Это 1985-1987 год, когда Гарри Кимович стал чемпионом мира, когда мы жили в Баку. У меня нет какого-то такого пристрастия. Я играл со многими гроссмейстерами, со многими известными людьми и занимался со многими известными людьми и разъезжал по всему бывшему Советскому Союзу. Такого какого-то комплекса неполноценности, что я с кем-то хотел бы сыграть или не сыграть. Да бывает, знаешь, вот хочется. Наверное, нет. Ни с кем бы не хотел. Я каждый день гоняю шахматы с программой Фриц, с очень сильной шахматной программой для того, чтобы просто развить свои мозги, для того, чтобы просто на досуге погонять и посмотреть, как эта чертова машина все-таки сжирает человека. Почему ты такой умный? Вот оно, честно. Но человека такого нет, с кем я хотел бы сыграть. Скажем так, я люблю смотреть шахматные партии в онлайн. То есть, когда они происходят, где-то играет какой-то турнир, я постоянно наблюдаю, смотрю и, в общем-то, прекрасно понимаю то, что происходит на шахматной доске. Не хуже многих тех, кто комментирует. Хорошо. Как-то на вопрос, о чем ты мечтаешь, ты ответил буквально следующее. Я построил дом, дерево тоже посадил, и дети у меня растут. Программа минимум выполнена. А вот программа максимума, я говоришь ты, это ТВ-передача на НТВ. Что за программа, почему НТВ? Ну, на программе, это был юмор, на самом деле. На программе НТВ выходила программа максимума, понимаешь, программа максимума. Это было сказано к этому, на самом деле. Ну, хорошо, что спустя годы, в общем-то, ты прояснил эту ситуацию. Нет, на самом деле, ты знаешь, я говорю, я кайфую от того, что я занимаюсь творчеством, я кайфую от того, что ко мне приходят ребята, которые не могут держать микрофон, а уходят ребята, которые потом творят вот сериалы, сериалы, сериалы с микрофоном. Да, 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 сериалы кухня пишут, становятся обладателями ТЭФИ, понимаешь, наши воспитатели. это я знаю, конечно. Но это не может не радовать. Это, наверное, для учителя, это, а я все-таки нахожусь сейчас в роли, вот в этой роли. Вот, это, наверное, самое ценное, самое главное. Вот, те дивиденды, которые ты получаешь, той отдачей, которую ты, вот, вложил в этих детей. Хорошо. Ты закончил физкультурный. Раньше говорили, что физкультурный идут только те, кто не может в остальных местах учиться. Тебя это никогда не задевало? Нет, я всю жизнь мечтал стать профессиональным шахматистом. И когда мы сюда, в 17 лет, когда я сюда попал, стоял вопрос, где я буду учиться, я очень хотел продолжить, продолжить играть в шахматы. И более того, когда я поступал в физкультурный институт, меня обнадежили, что через год должна открыться кафедра шахматы, что я успешно смогу перейти на эту кафедру. Но до сих пор. В физкультурном институте, в физкультурной академии кафедры шахмат нет. Так уж получилось, что пришлось, ну раз уже учишься, надо доучиваться вроде как. Тем более, что там в моей жизни появился КВН. Там я выбрал профессию не педагога или тренера, а выбрал профессию организатора спортивных, массовых, культурных мероприятий. В общем-то, КВН, то, чем я занимаюсь, очень гибко ложится под то, что я, в общем-то, закончил. И, естественно, я переключился. Как бы ты хотел встретить старость? На берегу моря, в кругу своей семьи, рядом с женой, рядом со своими детьми, уже позрослевшими. И чтоб из окна вот так вот было море. Что тебя отталкивает в людях? Непорядочность и ложь. Твой самый главный недостаток? Наверное, лень. Какой из внешних факторов женской красоты для тебя приоритетней? Как расшифровать этот вопрос? Потому что он такой многогранный. Ну, тут не знаю, что тебя больше всего в женщине внешне привлекает. Глаза. Понятно. Какому из местных политиков у тебя наибольшее доверие? Из местных политиков? Я затрудняюсь сказать, потому что политика это такая несерьезная штука. Но, скажем так, нету какого-то культа личности, какой-то симпатии или антипатии. Скажем так, есть понимание того, что делает наш президент. Ты верующий человек? В том понимании, в котором сейчас это модно говорить, нет. Книга, прочитанная тобой, оказавшая на тебя самое большое впечатление. 12 стульев. Сколько бы ни читал, перечитываю и еще буду перечитывать. Ну, тем более, будет возможность приобщить еще и нашу телевизионную аудиторию к юбилейному выступлению в команде. Да, 2 апреля мы решили сделать юбилейную игру 20 лет КВН Кыргызстана. День рождения наш 31 марта, но мы решили его немножко сдвинуть на 2 апреля. Приглашаю всех, в том числе тебя, Володя, надеюсь. Спасибо. Вот, 2 апреля во дворец спорта на юбилей 20 лет. Будут наши молодые команды выступать, будут те, кто когда-то закончил школу КВН Кыргызстана играть. Всех приглашаю, думаю, будет хороший КВН и хотелось бы увидеть в стенах дворца спорта тех, кто когда-то играл в КВН. Кто сейчас уже не играет в КВН по каким-то причинам, находится в разных местах, приезжайте, с удовольствием рады будем видеть и пригласительность нас. Хорошо, ну и пригласительные для зрителей, кто ответит правильно на вопрос. Вопрос еще характером. 31 марта 1996 года состоялась первая игра КВН, в которой я вышел как ведущий. Какие четыре команды выступали в этой игре и как называлось это мероприятие? Значит, какие были команды, их четыре команды, которые были первыми выступать? 31 марта 1996 года название этих команд и как называлось само это мероприятие? Ну, есть над чем задуматься. 0543 15 12 13 принимается только СМС, ну а человек, который ответит верно, самым первым будет обречен, чтобы присутствовать на почетных местах грядущего события 20-летия КВН Кыргызстана, где, как всегда, с вами поздоровуется ее бессменный ведущий президент Евгений Акопян. Спасибо тебе, Женечка, большое. Спасибо вам. Успехов и долголетия. Спасибо. И вам спасибо, что смотрели. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»